Приветствую всех любителей кино! Среди фильмов, как известно, тоже бывают долгострои. Самым знаменитым на нашей родине без вопросов является «Трудно быть богом» Алексея Германа, работа над которым началась страшно представить аж в 1968 году. Но об этой экранизации Стругацких мы еще успеем поговорить в следующий раз. На этой неделе в наших кинотеатрах наконец-то стартует другой долгострой, премьера которого переносилась из года в год. Это картина «Ви» Олега Степченко. На фоне работы Германа может показаться, что ничего страшного в том, что картину начали делать еще в 2006 году, нет. Всего 9 лет. Мелочь-то какая! Это же не 5 десятилетий. Только вот на самом деле это очень большой срок. Очень вряд ли мы увидим ту картину, что нам должны были показать в 2009 году на 200-летний юбилей Николая Васильевича Гоголя. С чем связаны все эти переносы? И не перечислить. Изменения в сценарии, бесконечные досъемки. Решение выпустить картину в 3D-формате. В итоге лента стала международной. У нее поменялся главный герой и жанр. Вместо классического фильма ужасов мы увидим скорее мистический экшен в духе Ван Хелсинга. Я поддан ее величеству английской королеве. Искренне рад знакомству. Начинай со старой церкви. В принципе ничего плохого в этих изменениях мы не видим. Главное, чтобы картина была цельной, захватывающей. А 3D присутствовала не ради периодических вылетов объектов из экрана, благодаря которым продюсеры увеличивают количество копий и цену на билет, а приятно дополняла фильм и не резала глаз. По первым трейлерам, к сожалению, очень заметно, что некоторые материалы сняты без малого 10 лет назад, а другие совсем недавно. Как ни крути, качество камер, особенно цифровых, за это время довольно сильно изменилось. Вот если бы съемка постоянно велась на черно-белую пленку, как вы сами знаете, в каком долгострое, то другое дело. Разницу мы бы не заметили при всем желании. Будем надеяться, что создатели картины грамотно поработают над цветокоррекцией. И в итоге мы не будем испытывать ощущение, что перед нами несколько совершенно разных фильмов. Какой бы фантастической ни казалась эта история, я видел все это собственными глазами. Советская экранизация ВИА в свое время наделала много шума и лишила сна большое количество юных зрителей. Да и взрослые не сразу пришли в себя от увиденного. Будем надеяться, что картина 2014 года произведет такой же сильный эффект. И если не испугает, то как минимум оставит множество приятных воспоминаний и чувство гордости за наш кинематограф. Субтитры создавал DimaTorzok